МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это группа начальной подготовки, спортивно-оздоровительная и учебно-тренировочная. Сегодня мы проводим традиционные соревнования, осенние соревнования, которые сразу приурочены к сдаче и контрольным испытаниям. Учащие, которые выполняют контрольные испытания, по итогам выполнения испытаний будут зачислены учебной группой, в зависимости от того, как он выполнит. 16-я школа-интернат – филиал областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Здесь действуют отделения по мини-футболу и лёгкой атлетики. Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограничениями по здоровью, обучение в этой школе, возможность быть активным, заниматься спортом, иметь много друзей. Спортом уже второй месяц играю. Мне нравится, чтобы у меня все в порядке и не болело. Я выбрала футбол, потому что мне нравится. Мы здесь бегаем, там всякие различные упражнения, которые тренер нам задаёт. Змейкой бегаем, тоже там фишки ставят. И через мячик, с мячиком тоже тренируемся. Ворота забиваем, попадаем. Так нормально получается, хорошо. Воспитанники школы ежегодно улучшают свои спортивные показатели, принимая участие в соревнованиях федерального значения. Сильными считаются команды по баскетболу и мини-футболу. В разные годы они становились победителями и призёрами Всероссийских специальных олимпийских игр и специальной спортивной олимпиады школьников России. Команда школы-интернат номер 16, выступая за областную команду Омска, заняла, так скажу, первым были в шестом году на Всероссийских специальных олимпийских играх в Свердловске по баскетболу девочки. В 13-м первыми стали вместе с девочками из 5-й школы-интернат. И в 14-м мы стали победителем Всероссийской спартакиады школьников, специальной олимпиады школьников по мини-футболу Санкт-Петербург, которые уходили в 14-м году. С 15 сентября заработают секции в спортивных школах Омской области. Среди них, помимо областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, Сдюшор, Сдюшор-Динамо и областная школа высшего спортивного мастерства. Юные спортсмены с нетерпением ждут того дня, когда снова смогут приступить к любимым тренировкам.